И живи здесь, и все исполняй сокровища благих, и в жизни подателю прийди все в севне, и очистен от всяких скверных, и спаси благое души нашла. Господи Иисусе, Христественное Божие, молитвами при счастье Матери всех святых, благослови нас, помимо Господа и давленного воззумения и мудрости во всем, утверди нас во своей вере православной. Тебе хвала, честь и поклонение Тебе, Отсутствие, Иисусе, Бога, и 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 Бога. Тебе хвала, и Бога, и Бога, и Бога, и Бога, и Бога. Этого я не сказал. Позвони ему. Можем попробовать и надыграть дороги, но даже мало, даже хоть бы капля веры какая-то была, что сделать, даже нисколько нету, что сделать. Это же такие затраты, которые будут оплачивать. Мы даже и тогда было, у нас не было телефона. А телефон буквально мы это, хотя бы линия проходила. Они попилили столбы, мы поздно хватились. Нам некогда было заниматься этим, нам нужно было строить дом. Мы занимались саманом, делали саман. Поэтому смотрим, вот столбы, правда, сняли и столбы попилили. Она проходила через плотины туда и по той дороге, по верхней, слать телефонной, санкция была. Ну как бы, столь. Но потом получилось так, что там где-то уже в городе, Игнать Тихонович там проводил, как-то пригласили его на беседу с управляющими разными директорами, где-то он проводил. Ну и он познакомился с начальником связи. А вот и телеком. А вот и телеком, да. И он тогда, говорит, сделаем. Вот они сделали нам радиотелефон. Они планировали сделать даже кабель проложить. Но посмотрели, даже приезжали там, смотрели, как где прокладывать, ну и решили, дешевле будет радиотелефон сделать. Вот сделали радиотелефон, мы этим пользовались. Но это не дорога, понимаете. Дорога один километр. Один километр асфальта, я слышал по радио, по Алтайскому краю проводили, стоит 11 миллионов. Один километр 11 миллионов. Посчитай, если даже до Корщины сделать 15 километров, то это что будет? У нас богатое государство. Да богатое государство, но... Мы не туда направляемся средства. Еще столько же, чтобы ее обслужить. Да. Снег почистить. Очень богатое наше государство, но... Я знаю, был когда в Германии, там идет трасса-дорога. Где-то полтора-два километра, фермерское хозяйство. Асфальтная дорожка проведена туда. У него всего 9 коров только, 40 гектар земли он обрабатывает. А нормально, хорошая, высококачественная, асфальтная дорожка. Чтобы они проехали, попросил ее, провезли туда. Но у нас не Германия, у нас Россия. Поэтому в России всегда, говорит, две проблемы было. Они остаются. Да нам не надо асфальт, нам просто насыпную. Ну, и насыпную. Пусть подешевле она будет, там, не 11 миллионов, может, 5 миллионов только будет стоить километр. И тонна вряд ли даже вводится в 5 километров. Потому что... Сколько мы засыпали, допустим, вот эту дорогу? Делать не в корочном бачках, а в подстепной. Подстепной до железной дороги почти насыпь есть. Оф, Леночка, милая, да какая-то она, надпись, насыпь. Она была сделана 30 лет назад, эта насыпь-то. Она вся заросла, там ее, чтобы привезти сейчас в это, по-новой легче сделать, чем ее, эта насыпь. Она сделала только до бригады в Прошлодарщине. Нет, если бы не было перестройки этой, то, возможно, бы ее дотянули. Ее тянули до за год зерно, хотели протянуть эту дорогу-то, насыпь эту. Но здесь началась перестройка, потом развал Союза, все, ну и все, это уже прошло. Если бы мы приехали где-нибудь в 85-м году примерно, тогда бы, может быть, еще было бы что-то. А сейчас нет. Тем более все организации, которые есть, большинство, все приватизированы. А каждый берется, что делать, чтобы был какой-то, как говорят, навар от этого. А какой им от этого навар, что делать, дорогой? Да никакого. Зачем это нужно? Никто не заботится. Как он будет зерно вывозить фермер? Нет, батюшка, но сейчас вот на благоустройство деревень, разные проекты. Ну, давайте попробуем, давайте попробуем, как житель деревни, как от фермерского хозяйства, что я ему продукцию выращиваю, а вывезти не могу. Они могут ответить, переезжать туда, где можно вывозить. Мы так рассуждаем, как будто нам и не надо. Значит, тогда и не надо. Надо бы, но... Попробовать? Нет, так нет. Они даже по сегодняшний день, кто куда обращаешься, когда что-то такое даже просили, вот зачем вы туда забрались, вот это. Мы когда хотели здесь, заявили властям, что мы будем здесь, хотим восстановить поселок. Они нам давали квартиры, где хотите, в Ермачихе, в Ковчино. В Больково какая-то деревня там. Да, в Больково. Хорошие дома, говорит, здесь все. Вот, проходите. Давай. Вот, там можете это, я приехал на родину, это здесь родина наша, поэтому... А так и не хотели. Почему? Ведь, когда разрушались деревни, это было 70-е годы, политика партии, то есть цель-то была благая, чтобы сэкономить деньги на обслуживание, то есть на инфраструктуру, на дороги. Все, не надо, значит, увезли. То каждые учеников каждую неделю возили в курсе, там зимой на тракторе, летом там на машине, когда можно. А так, вроде экономно, не надо всех разъехать. А люди-то все не поехали в национальную усадьбу, а разъехали. Кто на станцию в Рябриху, кто в город уехал, кто... Куда в Корщино-то уехало мало, потеряюсь. Кто-то может быть 7-10, 15, не больше уехал. Цели-то были благие, но что из этого получилось? Стали теперь оттуда на работу ездить сюда, возить. Там они в это приезжают 10-ти часам сюда на работу. Скотину оттуда сюда гонять. Стали здесь. То есть ничего не сэкономили, а получилось, а так. Так и сегодня. Никто не пойдет на эти затраты, что такие колоссальные затраты будут. Так, ладно, это все. Так, мы собрались сегодня, я пригласил вас, вот, поговорить нам, побеседовать с братом Романом. Ты в каком году, Роман, приехал сюда? В 16-м. А? В 16-м. А в каком месяце? В ноябре. В ноябре 16-го. Значит, в ноябре этого был год. Ноябрь год. И год, можно сказать, 3 месяца. Прожил год 3 месяца. Ты, когда ехал сюда, ты знал, куда едешь? Конечно. Что здесь за люди живут? Какой они веры? Знал. Знал. Точно, никаких не было сомнений. Ты знал, что такие православные, что у нас община такой устав есть. Конечно, я все изучил, подписался под уставом. Тем более, я же крещение здесь принял. Я даже проверял канонические моменты, вопросы. Все я знал. Знал. А когда у тебя это все изменилось, что ты стал совсем другой, как бы не каноничность наша? Ты в последний раз когда причащался? Ну, причащался я 7-го января. На Рождество. Да. А изменилось, по сути, ничего не изменилось. Но ты когда причащался, ты верил, что это истинное тело и кровь Господа Иисуса Христа? Да, я верю вам. А? Да. Да. А что у тебя изменилось? Когда это у тебя произошло изменение? Изменение не произошло. Когда я собирался сюда ехать, то есть я тоже проверял, я знал, что здесь храм без ИНН. Это я знал. Я знал, что... Откуда ты знал, что без ИНН? Ну, как без ИНН? Ну, без документов. Как? Знал я... Ну, без документов на землю. У нас не отвергана просто земля. Ну, и храм не отформил. Община регистрировали в общину, по-видимому, раз регистрировали, что... Я смотрел видеоролики. Я пересмотрел несколько тысяч видеороликов, поэтому мне есть на что опираться. Я знал, что здесь нет документов. Я знал, что вы не поминаете патриарха Кирилла, ну, лже-патриарха. И... Ну, остальное там... Я так как-то думал, что... Ну, то есть вы в деревне живете, то есть... Ну, и как верующие, не будете принимать вот эту... Электронные паспорта, так и так далее. Хотя этот вопрос еще я... То есть меня устраивало это положение такое. Еще. Пять лет назад я узнал, что будут изменения. Мне пришлось пересмотреть много видеороликов, изучить святых отцов, старцев. То есть я все перекопал, что было в интернете. Я знал, что к этому будет идти. Я готовился уже подсознательно. Что? К чему будет идти? Будет идти, что будет время такое наступить, что нельзя будет ходить в храм. Ну, и... Как бы... Что надо уходить на землю. Именно спасение только на земле. Поэтому я... На какой земле? Ну, именно на земле своей жить. То есть выращивать свое... А где твоя земля у тебя будет? Твоя земля где? Ну, как видно, что Господь мне здесь объедет. Так нет, это не земля. Это не моя... Вот у меня участок, он не мой участок. Да, это не ваш. Это Господня земля. Это Господня земля. Я вам напомню Псалом 23. Господня земля и что наполняет ее? Вселенная и все живущие в ней. Поэтому... Но есть власть, остановитесь, есть власть, которая регулирует это, значит, землеустроительные комитеты всегда были. И при царское время были землеустроители всегда намеряли землю, кому где. А не так, что вот просто... Вот были переселенцы при Столыпинской реформе, ехали сюда. Ведь не просто кто приехали, где захватывали, а Господня земля. Нет. Им отводили участки, отмеряли землеустроители, мерили вот это. Вот это участок будет там Лакина, это там Иваново, Кустинова там и все. Строго намеряли участки намеряли. Выписывали документы на этот участок. Это всегда так было. Ты Господь, я вас хочу, Пасха, как это? Вот так. Ну, это так нигде не бывает. Это ни в одном государстве мира нигде так нету. Ни в одном государстве мира. Вот у меня есть родственники там за границей живут, племянница. Так нам говорят, чтобы туалет поставить на своем участке, личный участок у них, чтобы поставить туалет, выкопать, нам, говорят, столько пришлось пройти инстанции, столько документов собрать, чтобы выкопать яму. Это, батюшка, я вас понимаю, но в уставе этого нет, поэтому давайте по уставу. Нет. Как? Какого устава нет? Устав Деревенскому нет этого вопроса. Ну, я под ним подписался. Вопросы дальние. Вы сейчас Конституцию будете мне всю перечислить. Не надо. Я не исполняю Конституцию антихистики. Одно. Хорошо. Вопрос снят. Мы с тобой при этом разговаривали. Я просил, говорю, Роман, как-то надо на регистрацию-то встать. Да, шесть разы подходили. И с Игнатием Тихоновичем. Шесть раз подходили. Я вам отвечал, что? Ты отвечал как? Ты отвечал мне так. Как ты отвечал? Ну, как вспомнить. А? Ну, как ты отвечал? Ну, сейчас скажи, как ты отвечал мне? Потому что я не буду ничего делать. Вот неправда ты говоришь. Ты мне говорил, вот сейчас будет зима, мне надо выехать на Украину, чтобы потом обратно заехать. Это вы не о земле спрашивали, а о регистрации. О регистрации. Так это две разницы большие. То, что я зарегистрировался должен, это одно. А то, что оформлять землю, это совсем другой вопрос. Давайте по существу. Ну, регистрацию. Ты сказал, я когда буду зима. Ты поехал, сделал, нет. Ну, так я не обещал, что я поеду, скажу, посмотрим, как Бог даст. Ну, как Бог даст? Ну, вот так. В уставе есть? В уставе есть. Опять закон страны. Я живу по Божьим законам, а не по стране. Ну, по Божьим законам мы будем, точно по Божьим законам, только будем жить в Царстве Небесном. А пока мы на земле, власть есть. И мы, в каждой стране есть закон. Ежи кесарь в кесарь, а Бог да и Бог. Да, это совсем не надо. Роман, ты на машине ехал с Москвы, ты по правилам, по Божьим по дороге ехал и сюда кель соблюдал. Не надо, потому что кесарь там говорится о подати. Это уже лукавство. Не обязательно подати. Обязательно подати. Настоящийся под властью кесаря. А ну, на властью кесаря. Так, давайте по уставу. Я подписался под устав. Давайте поджечься к уставу. Что по уставу-то хотел? Ну, что по уставу? Какие вопросы по уставу ко мне? Мы сейчас разговариваем не об уставе. Что-то нарушает устав. А вы меня не предупреждали, что вы меня будете заставлять жить по антихристовым законам? Я этого не знаю. Я пойму, да ты. Какой антихристов? Это закон власти страны. Это власть антихриста, поэтому устав. Так, ты регистрироваться не будешь? Не буду. Не будешь. Ты это твердо решила? Конечно, я давно решил это. Что не будешь. Не буду. Этого никто не знал, что ты не будешь так регистрироваться. Но регистрироваться ты обязан. Не обязан. Ну, а как с тобой? Как не обязан? Как? Ну, есть закон. Как ты не обязан? Я не обязан регистрироваться. Ну, ты вот скажешь, что на поезде ехать. Это я не обязан платить. Я не буду платить за бюджет. Давайте по уставу. Вот эти по уставу я тебе говорю, что ты должен был зарегистрироваться. Какой пункт? Какой правильный стал? Поэтому здесь уже ты ставишь нас, всю общину в какое-то такое положение, что ведь это будет ответственность. Старосты спросят, почему? Меня спросят. Поэтому мы им обязаны поставить в известность, а власти если ты так ставишь. Как это? Без регистрации жить. Землю ты строишь. Ты не имеешь права на земле строиться. Пока земля тебе не отведа, не оформлена земля. Господняя земля. Столь деревянная. Ну, так может в другом месте Господня земля. Везде Господня земля. Ну, хорошо. У нас здесь... Вы хотите отменить благословение Божье? Господь богословил меня здесь строиться. И это видно воочию. Я завез материал, все завез, завез фундамент. Я буду строиться. На спасение души... Пока землю не остыняет... На спасение души не влияет дом, построить или не построить. Ты строиться не будешь. Не отвергаешь церковь. Строиться не будешь, пока ты не оформишь землю. Церковь я не отвергаю, я буду ездить, как и вы. Вы едете старым граблядцам причащаться? У меня есть батюшка, к которому буду ездить. Ведь все. Кто батюшек? А какая вам разница? У меня есть мой батюшка. Господь мне его дал. А как ты так быстро? Я не знал, что вы обманываете в алтаре. Я этого не знал. Вот так. А вот я вам напомню... Что у меня есть торговая карточка и вето. Я напомню вам беседу. Что я поминаю Патриарха? Да. Я этого никогда не скрывал. Я всегда его поминал. Вы его вслух не поминайте. Восслух поминал? Когда приезжали только с Московской Патриархи. И без него поминал? Нет. А я вам скажу. Вот в Барнаульском общине кто-то вам сказал, что если вы будете поминать вслух, то не будет ходить. И вы сказали, стоп, спокойно. Вы сказали, я перестал вслух поминать, а про себя я частичку вынимаю. То есть не нужно частичку. Лукхаус, который в алтаре. Человек в воде. Ваша овца стоит в храме там и думает, что все нормально, а вы обманываете. Вот это дело. Вот дело. Нет, все знают это. В алтаре ложь. Все это знают, что... Это ваши слова. Я этого даже не знаю. Если я знал, уже раньше бы я поднял в алтаре. Почему Патриарх ты портим Патриарха так? Потому что нефтик. А как проявит открыто ельц? А по канонам? Какую ельц он проявит? Что у мусульман и у нас один и тот же бог. Да ты что? Конечно. Вы просто не в курсе. Один и тот же бог? Да, он так проповедует. Вот видео буквально. У меня скачано все есть. И не только одно видео. Ни в одной проповеди, нигде он этого не говорит. Ну вы не знаете, а я знаю. Но ваше дело. А теперь спокойно. Я вам дал сколько? Три месяца уже прошло. Я вам дал, скачал и попросил вас посмотреть, чтобы поговорить с вами. Вы даже не посмотрели. А что скачать? Я скачал вам видео и дал, сказал, что бачка посмотрите, потом поговорим. Есть у меня вопросы. Но вам плевать на все. Вам плевать, батюшка. Понимаете? На что ты скачал-то с интернета? Надо было смотреть. Вот придете сейчас посмотреть. Три месяца прошло. Вам главное свои овцы, те, которые бессловесные. Те, которые словесные, вам на них плевать. Вот так. Ты хочешь что, чтобы все приняли твою истину? Истина у Бога. У Бога и у тебя? Ну и у меня. И у тебя. Вот так. Я никого не навязываю, ничего не заставляю. Но я имею право так жить. Пожалуйста, давайте по уставу деревенскому. Хорошо. А тебе никто не сказал. Ты был очень добродетельный. Никогда никому не отказывал в помощи. Очень ты мастеровой. Все думали, ну наконец-то у нас житель такой, что нормальный, как бы сказать. Но получается нет. Теперь ты часто в интернете выходишь. Ты сходишься с людьми, которые недоброжелательны. И выходит сегодня уже прямо такое высказывает. И там уже недоброжелательство очень серьезное к деревенским. Что здесь какая-то секта образовалась. Секта какая-то. И уже тебя там как в мучеником ставят. Что Роман, мы тебя там не оставим. Давай там это. И все. У нас 28-й пункт устава. Говорится, что без разрешения деревенской общины не жаловаться мирским властям, не сексотничать, не сходиться с врагами общины деревенской. Ты сходишься с врагами деревенской общины, которая недоброжелательна. Нет такого, что с врагами общины деревенской. Ты бы хоть остановился. Зачем вы это? Ты поддерживаешь это. Уже это не годится никуда. А почему вы считаете, что я поддерживаю? А что вы взяли? Покажите мне видео, где я говорил. Ну, у меня сейчас нет видео. Ну, это и есть. Если тебе надо, то покажут. У меня тоже много видео скачанных. То, что вы говорили, то, что говорил Игнатий Тихонович. И там много лжи. Я рассчитывал, что здесь не будет лжи, потому что здесь... Хорошо, останови. Здесь ложь. Много лжи. Поэтому я снимаю, чтобы потом были доказательства. Мы здесь собрались так. Тебе не устраивает это. Наш образ жизни не устраивает наша церковь. Пожалуйста. Кругом. Но мы не можем так, чтобы... У нас были такие уже... Приезжать возле им. Пришлось им просто покинуть и уехать. Как Бог даст? Как Бог даст? Имя Бога в сувенинады проносить. Как Бог даст? Как Бог даст? Относительно регистрации, вот ты постарайся как-то в течение хотя бы недели зарегистрироваться. Я вам заявляю точно, что я не буду делать ничего. Не буду оформлять землю, не буду регистрироваться. Буду жить только по уставу к деревенскому. Ну, деревенский наш устав, и только деревенский. Он государством не признается. Но у нас есть государство. Насчет государства это другой вопрос. У нас власти есть. Поэтому мы должны властям, где не претит нашей вере, мы должны подчинять все им. Есть и Конституция еще. Если мы начнем говорить насчет Конституции, то Российская Федерация незаконная организация на территории... На территории... Земли. Земли. Это это... Плоская земля. Это все по Конституции. Но это просто длинный вопрос. Вы тоже этого не знаете. Да я не знаю, это бред пьяных старух. Вот и все. Конституция бреда пьяных старух. Наша страна, значит, не Конституционная, она незаконная на земле. Какая тогда законная? А вот законная где-то там, кто-то сказал, это в интернете где-то есть законная. Да, в Америке. Ладно, все, осталось. Значит, еще раз мы тебя предупреждаем, что зарегистрироваться надо, поставить регистрацию. Если нет, то ты нас просто вынуждаешь, чтобы нам обратиться к властям. Почему? Чтобы ты как-то поставил на регистрацию. Вы тогда попадаете по анафему 28-го правила нашего... Нет, мы на общем собрании решаем. Почему? Как? Так там еще... Мы обратиться к властям. Нет, это вы специально меня выживаете здесь. Роман... Это вы специально меня выживаете. Спокойно. Роман, ты понимаешь, ты ставишь нас... Почему? Вас никто не спросит. Меня пускай придут спросы. Ну а мы, расскажите, вы не отвечаете. Как так не отвечаете? У нас есть старая собачка. Тебя-то поздно. Ты прежний человек. Так печать придет, вы скажете, мы приняли печать, давай и ты принимай. Не буду я принимать ее. Ну тогда искать надо общество там, где беспечатная. Идет время у я... Мы все печатные здесь, понимаешь? Все печатные. Придет время такого, я просто предчувствую, что так оно и будет. То есть мы здесь все приняли, и ты приняли. Все, это... Устав... Устав бесполезный. Но существует? Здесь устав ни при чем наш. Мы говорим о регистрации. Ну как я пишу? Я подписался под уставом. Я не подписывал... Ну, написался Кременский устав. Ну и все. Ну ты приехал в страну, ты приехал в другую страну. У тебя паспорт есть, это мое дело. Тише. Подожди. Ты на вопрос. У тебя паспорт есть украинский? Это мое дело. Нет, паспорт есть украинский? Это мое дело. Нет. Ты можешь показать паспорт? Не могу. Нет, ну кто ты есть? не могу показать роман ты жил там я там тебя все устраивали тебе регистрация приехала ты можешь не малыш ты можешь богатырь роман я не покажу пастору придет время я по меня не надо меня не надо меня выживать вы выживаете меня и я скажу почему потому что Игнатий Тихонович дал приказ я больше года здесь прожил я пересмотрел более несколько тысяч видеороликов я понял одно что все привязано к Игнатию Тихоновичу если он заблуждается и все заблуждаются если я даже с кем-то делился посмотрю вот это видео да что я буду кого-то слушать у меня Игнатий Тихонович, он все знает а Игнатий Тихонович впал в ересь и все, и все вы пошли за ним и вы связались сцепились с еретиками а ты с кем сцепился, понимаете ты где сцепился, ты знаешь, ты в лицо ни одного не знаешь с кем ты сцепился знаю я ты сцепился свертом с Господом Иисусом Христом я сцепился вот и поэтому Господь меня хранит и вы сами говорите, что у нас ложь а сам уйдешь действительно во-первых, с Игнатием если где не согласны а почему ты не хочешь паспорт показать? у нас это даже... у нас это же и... у нас же где... у нас же... у нас kı, кто то есть такой-то! у нас чего... была упущение но ты сейчас мой посет и можем показать нет а причина не покажу а я не хочу это мое право это мой паспорт почему я должна показать я сюда приехала в машине у меня все документы еще будет соберение какой-то водитель за него еще показывать успокойтесь по усталу это наше было упущение мы такие вот это а теперь просим пожалуйста покажите на может вы не тот за кого себя даете может вы преступник какой-то которого разыскивает там какой пункт у меня у нас так вот положено кто приехал батю она вытащила показала пожалуйста переписывайте ну так это кто-то из посторонних я уже живу здесь год и три месяца так она приехала не оказался ты не показался оказался посторонним могла бы сказать да что вы ерундой занимаетесь мой сын она молча вытащила ладно ладно ну давайте еще дальше что дальше что дальше что приехали дальше ехать не я на меня паспорт я вам фиг покажу паспорт я вам фиг покажу нет спасибо все ты нас просто всех посылает на сегодняшний день почему повезло меня выживание не так я не должен найти остаётся и она знает здесь действительно этому чеку от этого разница мы хотим на законных ассалантин он целиком кают по словам кто то поведение в деревне. А при чем здесь служить? Прегистрация этого устава. Антихристового закона я не подписывал. Роман, ну если здесь все во лжи, зачем тогда здесь жить? Ты мне объясни. Ну дайте мне время, я отсюда уеду. Господь мне укажет когда. Ты понимаешь, ты говоришь, что вы меня выживаете. Да, вы выживаете. Поехали. Тебе так, тихо. Говорим так, что ты в ближайшее время просто обязан, чтобы не ставить нас в неудобное положение и в себе раньше времени венец мученика не надо надевать. Ты в ближайшее время должен поехать зарегистрироваться. А ты видишь как? А я не регистрируюсь, а меня выживает, я мученик. И сейчас везде будет, вот они, мученик. Ты не мученик. Ты не мученик. Просто ты одурманенный, заблудившийся человек. Кто-то тебе там что-то. Я не буду. Ни в детах нету. Ни в одной стране мира нету. Что я приехал, ты приехал бы в Америку и сказал, а я вот, я буду здесь. Да кто тебе? Ну, да в любую страну ты приехай. Хоть куда? В Польше ты приехай. Где-то участок разбил, скажи, а я буду так. Покажи паспорт. А пошли вы, я не покажу вам паспорт. Ну, как это? Ну, ты, не мы от тебя-то держим, а ты отделяешься. Ты уже по интернету, что вот со мной не батюшка сказал, никому не разговаривай. Да я тебя три недели не вижу. Виктор, позвони, живой нет романта. Может он угорел там, нет, нигде не видать. А с них был даже следов не видать. Позвонил, живой, говорит, ну, слава Богу. Живой. А то нет. Ты сам отделился там всех. Закрылся, что? Праведник один. Все, значит, и в заблудении, один праведник. Вот, Роман, еще хочу сказать. Смотри, вот ты говоришь, я не буду ходить в храм, потому что там поминаются, там, Кирилла, они еретики и все прочее. Во-первых, надо установить точно, еретик или нет. Точно установить. Точно. Да. На каких основаниях точно? На основании второго, двукратного Константинопольского собора, 15-е правило, вот на этом основании. Роман, ты запомни одно. Не суди, да не судим ты будешь. Ты осудил всю православную церковь в России. Все осудил уже. Все осудил. На каком основании? На основании соборов. На основании соборов. Соборов? Да и собор, это ты не знаешь, соборы. Соборы. И не только, это не мое, есть епископы, есть батюшки, священники, которые это уже давно обличили, эту патриархию, поэтому я просто принтуру к ним и все. Это мой выбор, это моя вера. Ложи дальше больше и все. Покой на ложе, потому что... Епископы. Какие епископы? Ну, назови хоть одного епископа. Диамит. Да нет его, он уже не епископ. Лунгель. Да нет их. Ну как нет, у Лунгель нет земля. Как нет? Вот это посмотрите, вы ничего не знаете, батюшки. Вы ничего не знаете, в чем дело. Какой вы паспорт? Диамит, он решен, наверное, не епископы. Он не епископ уже. А Лунгель? Лунгель, я не знаю. О, надо знать. Украинский? Надо знать. Московского патриархата, что? Ну, и что? Он служит? На них-то че? И служит, и не поминает патриарха. Это в каждой церкви всегда было, в каждой церкви. Куча видео, как он обличил, все как положено. После встречи патриарха с папой. И, ну, и сейчас он служит, и не поминает патриарха. Конечно, служит. Да брешешь ты. Ладно, все. На Украине они поминают ануфрия, и все. А-а, ануфрия. Ну, с папой, если я встречался, и так далее. Ладно, ну, ты говорили бы на эту тему с вами долго. Тихо, ладно. Прочитай я письмо, каждый за свою душу. За свою душу. Вот именно, почему вы это? Стой со своей души, мы стоим за свою душу. Вот, ты зарегистрируйся. Это к моей душе не относится. Это относится. Моя душа зарегистрирована в другом месте. Гибнет в противлении, понимаешь? В другом месте она зарегистрирована. Ну, ты тогда зачем ты здесь живешь, а в другом месте? Душа, тело. Душа, тело не разрыв. На ноге разрыв, там и тело. А когда пройдет разрыв, тогда все станет на своей душу. Душа в другом месте зарегистрирована, а я здесь живу. как хитро придумано душа значит вы что в царстве небесном а я еще на земле хожу не надо лгать в нашем деревенском уставе который находится в краевом отделе юстиции четко обозначена цель восстановления потеряевки восстановление деревни на христианских православных старинных благочестивых русских обычаях если у человека другая цель как стать зажиточным быть вдали от мира развращенного и погибельного то это они могут сделать в ином месте брошенных, разрушенных согласно статистике в России более 22 тысячи деревень они могут также с нуля начать восстанавливать только со своим уставом цель восстанавливать, а не разрушать и главное спасти души а не только тела сегодня потерять, особенно в последнем месте складывается иная ситуация добровольно, по собственному желанию к нам приехал Роман Малыш он многое же сделал были хорошие отношения со всеми ибо он активен, предприимчив, доброжелателен здесь он принял святое крещение приходил на все богослужения исповедовался и причащался в религиозном плане он легко вписался в устав деревни он не сам помогал людям и ему помогали он ходил на исповедь и не было никаких препятствий причащаться к христовых таинств и вдруг выявляется, что он активно пропагандирует, буквально навязывает теорию о том, что земля не шар, а плоский круг с ним беседование на этой теме и было выявлено что знаний у него в этой области нет никаких а он все утверждает а все утверждения свои строят на том что кто-то когда-то сказал в интернете это никак не отражалось на наших взаимоотношениях чтобы опровергнуть его разумение в отношении шарообразности земли ему было предложено выехать на Байхал на несколько дней где на опыте будет доказано, что земля есть шар но он отказался эта голова устрашила всю землю и владычествовала над обитателями земли с великим 3 ездер 11 глава 32 стих угнетением и удержанием власть на земном шаре более всех крыльев, которые были Минуту можно? Я 65 стихов привел с Библии насчет того, что земля плоская и не вертится но он все еще так же ходил в церковь и причащался в конце 2017 года наглотавшись интернетной блевотиной он резко изменился в самую худшую сторону и заявил, что когда будет приезжать к нам митрополит Алтайский Барнавульский Сергий Иванов, по нашему приглашению на день деревни в мае и на престольный праздник в сентябре это он, малыш Роман приходить на богослей не будет потому что московская патриархия вся еретическая но еще причащался у Романа наступило время безудержного погружения в бездну уже через неделю после причастия в краме в Потеряевке от отца Якима Лапкина он заявил, что уходит из церкви насовсем потому что у батюшки есть ИНН по его мнению знак Антихриста Роман заперся у себя в контейнере что вызвало немалое опасение что как бы с ним чего ни случилось его понедельник никто не видит и не знает где он а он в интернете ищет себе новых друзей нашел духовника где и будет отныне причащаться но далее случилось следующее что уже никак нельзя оставить без внимания он сжигает свой паспорт и показал себе в интернете паспорт сжигаешь украинский или зарубежный у меня нет интернета я ничего не делаю но тебе трудно сказать это не тайна там все показано какой ты паспорт сжег зарубежный или украинский это мое дело это мое личное дело я имею право им распорезать ну и все правильно но у меня зарубежный есть у меня два лежит зарубежных которые уже срок кончился то я могу и сжечь ты такой сжег паспорт это мое дело не буду отвечать специально не буду отвечать на это принципиально не буду конечно а почему ну потому что я не должен отвечать потому что вы меня выживаете а я не буду выживать вы и Игнатия Тихонович вдвоем как это вот так ну конкретно ко мне сейчас конкретно потому что вы пишете даже ложь вы почему не указываете что я привел выставил ролик в интернете где я привел 65 стихов из библии о том что земля плоская ясно нигде не говорить о чем ты речь почему это не приводит ну причем здесь мы сейчас не в земле а почему вы читаете почему вы приводите это там то что написано потому что вот чернить вы меня хотите вот что делать вот ваше лукавство которое в алтаре лукавство такое и здесь если ты твердо ты веришь что земля плоская у Иезекииля прочитайте 24 главу вот там Господь рассказывает как в Израиле священники пасли самих себя вот это сейчас как раз про вас они там пасли себя и вы пасетесь сами себя а как вы будете отвечать за свои повества перед Господом и сейчас уже пришло время когда Господь пасет тебя прочитал что земля плоская конечно твердо ну и что я над вами и Библия об этом говорит ну не говори давай Слово Божье поверкаете вот что делать а к вере это как относится ко спасению да никак не относится а почему вы зачитываете очерняете меня здесь почему очерняете потому что для того чтобы показать на камеру что я больной на голову да слушай Роман да я изучил все подробно изучил я не один сейчас уже конференции собираюсь какой дух то в тебе по телевизору уже показывает это батюшка по телевизору ну пусть показывает ну ты что так разошелся ну так причем потому что ложь вы говорите ну как тебе вы говорите ложь для того чтобы меня очернить а это называется клевета ну подожди ложь при чем здесь что ты ну это ты действительно уверен что земля плоская конечно я об этом и пишешь что ты никак не черная а Библия об этом говорит ну вы преподносите так что вы напишите что в Библии есть 65 стихов мы на Библии говорим о том что ты но почему вы из 3 книги ездили почему стих привели для чего это ну это Игнатий Тихонович накатал человека я не знаю его почерк конечно а че ну ладно как раз вот это ваша показуха на камеру где вы молитесь и говорите о там помолитесь за Романа да это все лицемерие что вы мне вот эти мозги мне 40 лет Роман ну что ну подожди ну так потому что что вы называете начинаете лукавить лукавить ну давай еще что говорим спокойнее ну что братья я прочитал что ты веришь что земля плоская ты говоришь ты меня очерняешь значит ты не веришь что она плоская я ложь это прочитал ты это правильно ну ты вот сейчас скажи что ты про меня батюшка ну как ты меня очернешь если это так если ты веришь да верю при чем здесь очернение это какое если бы я наоборот сказал что ты врешь ты это твое ну дальше дальше в общем далее случилось следующее уже никак нельзя оставить без внимания он сжигается паспорт показала все я в интернете какой паспорт это мое дело это ты в заблуждении людей вводишь что может быть это не только корочка паспорта ты сжег а не весь паспорт спрашивают какой паспорт ну трудно сказать какой ты паспорт сжег украинский российский или зарубежный это мое дело это не лукавство ну почему не ответить то если ты сжег паспорт то сжег и все сказал да я сжег украинский паспорт или зарубежный жег паспорт если ты уверен в этом ты настаешь на этом что-то скрывать покажи паспорт а я не обязан вам показать паспорт кто вы такие ну как же это не уважаемый покажи паспорт а я не обязан вам показывать кто вы такие ну вы даже не показываете его паспорта все покажем а мне не надо это а зачем вам надо ну а нам то надо мы сейчас все принесло паспорт все до одного принесут и ты принеси так принесешь так братья вы согласны все принести паспорт сейчас показать snap 한번 все все Так, ты согласен показать паспорт с вами? А я не хочу. Аминь. Вот это и лукаска есть. Лукас, она лукаска. Какой дух ты это делаешь? Смотри, сколько человек нас сидит? Тринадцать, батюшка. Тринадцать человек сидит. Все согласны сейчас принести, показать тебе паспорт. А ты тринадцать и не хочешь показать один паспорт. Почему-то тринадцать, да? Да, почему-то тринадцать. Страшное дело. Как бы ни провалить, тринадцать же. А я когда еду, я всегда прошу тринадцатый вагон на тринадцатом место. Всегда. Потому что всегда оно свободное. В Терзане всегда свободное. И я лежу всегда прекрасно, еду, нижнее место, хорошее. Сувенирное какое. Далее случается еще более глубокий провал. Значит, паспорт-то не показывает. Смотри. Всеобщина просит показать. Согласны, тебе показать. А ты, я. А я не покажу. Ну, а приедет участковый, ты покажешь ему паспорт? Это Игнатий Тихонович просит. Они всеобщины. Вы здесь лучше давайте в одном лице. Потому что все, что скажет Игнатий Тихонович, вы все будете это делать. Да подожди, ты оставь Игнатий Тихонович. Здесь сектанский дух. И что вы начинаете? Ты оставь Игнатий Тихонович. Игнатий Тихонович закрыл здесь Господа. И все. Завтра он придет, скажет, что земля плоская. И вы все здесь будете кричать, земля плоская. Понимаете? Да потому что это я говорю истину, правду говорю. Я прожил здесь больше года. Ты говори, мы сейчас с ним жил. Мы об Игнатий Тихонович. Да это его, это он все пишет. Ну, это он пишет. Ну, потому что человек, Игнатий Тихонович, находится в крайней степени прелесть. Ну, хорошо. Ну, это он будет соответствовать. Тебе зачем за него цеплять это? Игнатий Тихонович. Что за него? Ну, так это его. Он вам продиктовал. И вы вот это все. Что представил? Вот это все. Ну, этого нет, чтобы показать паспорт. Это я тебе говорю, покажи паспорт. Этого нет. Он еще... Это мое дело, показывать. Мне надо будет, я покажу его. Но тебя просит вся община. Роман, вся община тебя просит. Покажи паспорт, пожалуйста. Читайте, дайте все, я понял. Ничего ты не понял. Да все, я понял. Я давно все понял уже. Роман, ну действительно, при чем вы, Игнатий? Ну, ты же сам, ну, сам себя... Игнатий Тихонович, а вы здесь. А приедет завтра участковый, ты участковому покажешь паспорт? Я буду с ним говорить. Нет. Ну, ты покажешь ему паспорт или нет? Ну, приедет он, будем говорить. Я не разу не отвечу, что да или нет. А я вот это... Ну, ты можешь сказать, да или нет? Это истина, увезьте меня. Нет, ну да или нет. Привет, ты покажешь ему или нет паспорт? Причем тут ты подтикнешься? Да живем ему видеть. Роман, ну мы... Игнатий Тихонович здесь не живет. Ты нас подставляешь, ты понимаешь? Я не подставляю никого. И ничего не будет, никто не будет спрашивать. Не надо, это все надуто все, понимаете? Это пузырь. Никто не будет... Да, конечно, надуваешь, это пузырь. И вы не обязаны меня заставлять здесь это делать. Понимаете? Конечно, не обязаны. Конечно, это мое дело. И ты должен сам будет делать. Я приехал за свои средства здесь буду все делать. Я вам никакого ущерба. Я уже у вас ничего не взял, да? Ирон. Ну, ты понимаешь, ты в нашу общину вступил. Батюшка за тебя несет ответственность. Да не несет ответственность за тебя. Не несет, потому что я тебя принял в общину. Как так не несет? Они придут. А у вас все дома оформлены? Да. У всех, у всех? Вы не лукавите? Перенесите документы, пожалуйста. Я прошу, все. За все дома здесь, которые здесь есть. Я пришел только. Дома. Принесите мне документы, что оформлено землянам все дома. Потеряюки, пожалуйста. Вот сюда положите. Не на все. Не на все. Но регистрация... Сделайте все, потом будете мне задавать вопросы. Регистрация есть у всех. Регистрация? А это уже... Ну, это уже мы. Вот смотри. У вас никто его не платит. Кто 10 лет назад оформил, оформляли еще бесплатно. А сейчас что будет оформлять? Будут 40-50 тысяч платить за оформление. Вот оформили, потом будете поднимать со мной вопрос. Почему не оформлять? Вы не оформили, да. Ну, то, что они зарегистрированы здесь, что у них есть. Они это на законном основании живут. Ты-то не на законном основании живешь. Будет законно Будет законно Как кажется, что если не устраивать Господня земля Да, потому что он был в глубокий провал в бездне Он соединяется в среднем мысли с врагами истины Которые злобятся на потеряевку И на жителей ее То есть Роман открыто вышел на тропу войны Не созидать, а разрушать И теперь нужно объявить деревню Об этом всем жителям деревни И друзьям в иных местах Чтобы объявить пост и молитву о бывшем нашем брате Романе Малыше А его предупредить, чтобы он перестал Пусть даже и без своего желания Натравлять безбожных на потеряевку Он еще не осознает, что без гражданства России Без официального получения земли Он не может строиться Если власти узнают об этом Власть с такими расправляются везде одинаково Выпроваживаются до границы А кто сопротивляется, то у власти есть второй этап Наручники в тюрьму На то она и власть В Римлянам 13 глава Всякая душа да будет покорна высшим властям Ибо нет власти ни от Бога Существующие власти от Бога установлены Посему противящиеся власти Противятся Божьему установлению А противящиеся сами навлекут на себя осуждение Ибо начальствующие страшны Не для добрых дел Но для злых Хочешь ли не бояться власти Делай добро И получишь похвалу от нее Ибо начальник есть Божий слуга То есть усыновление власти То есть ни одного нет, чтобы без власти было Это Бог усыновил власть Так хорошая, но плохая власть Антихристовой власти я не буду покоряться Даже антихристовая власть будет покорить Это антихристовая сейчас уже Но мы, вот то, что в рамках того, что если нам не препятствуют Антихристовая власть уже ставит начертания Понимаете? Если нам не препятствуют Это уже печать антихристов Поэтому время пришло Но я не виноват, что вы не видите Я не виноват, что вы не видите Но есть люди, я отношусь к тем, которые это видят И проповедуют Я проповедую всем Что сейчас ставят начертания уже в России, в Украине Уже чипируют Возят, чипают Ну тебе кто-нибудь сейчас от нашей власти Говорить, чтобы ты отрекся